всем привет youtube привет как вы уже сами поняли речь пойдет этих полосатых экранов кто-то их использует вот и есть но это китай вот такие вот они есть я пользуюсь для дефектовки просят показать спектр оригинальный я покупал в цате там по уценке что-то недорого очень даже стоит вот какие бывают все они как вы можете видеть света прозрачный вот и работают в линиях люди почему вы не работают честно скажу покажите свои спектры что у вас есть чего нет то есть люди хотят научиться или попробовать работа в линиях вот мы видим вот это любители вот такие у меня есть спектры ну по спектрам кому что нравится нравится как говорится вот их еще масса может их спектров я не помню название сайта дома посмотрю и сниму продолжение этому вот такие вот линейки большими как вам удобно лично я вот мои лампочки да даже без контрольной полосы работаю не знаю как там не устраивает и людей устраивает и вот и спектры и дефектовочные линии пожалуйста если кого-то что-то интересует более подробно надо я сфоткаю вышлю более подробно вот так что вот просили получите вот я как-то получается у меня или не привык хотя ну как бы мне про работать без вот этих контрольных полос хотя еще раз оговорюсь что вот многие мастера именитые мастера там америке работ в полосах вот в этих экранах у них такие вот много на востоке но вот японцы у них вот как бы и считается нормой жизни работал вот в таких вот всяких разных экранах или комбинированные такие где-то больше меньше вот не знаю у меня как-то ну не прожил но это вот первая часть а вторую часть скажу где можно еще найти кучу всяких вот таких вот экранчиков и естественно сделать опять же сделать я уже рассказ видео было этого тур стекло отсюда наклеена одна пленка здесь заказываешь в любом там где делаю баму заведение вот или приносишь свой эскиз вот и тебе все напечатают и наклеят и при цена вопроса будет ну смешная что-то в пределах по-моему рублей 300 вот такой один обходился и с наками он и с переходами и затемлениями с затуханиями так сказать вот а вот этот кусок стекла вот не обошелся что-то рублей 4 450 ну и толщина и и вес у него прям тут на носки даст 3 миллиметров так что вот вот так опять же говорить это первая часть вот а вторую часть я сейчас приду домой глянув компьютер пока есть вторую часть я обещал придя домой я нашел этот сайт сайт и петент называется вот я все это покажу где и раскрут лайтинг надо выбрать на нем здесь вот reflection boards и мы попадаем как раз туда куда нам надо это понятно значит здесь по центру чуть больше поменьше здесь одинаковые здесь то же самое но помельче вот а здесь пошли различные спектры с затуханиями с полоски без полосок вот с полосками с затуханием и чем любом принципе все это можно либо нарисовать самому если вы из комнаты и пойти отдать вам напечатают либо если вам надо просто вот даже в любой фирме зайдете по ссылке которую я перед видео вернее ниже видео будет ссылочка на этот сайт вот эти вот досочки вот но я не вижу сколько заказывать их тут по 45 долларов по 65 долларов хочется поиграться ну пойдите закажите несколько понравившихся вам досточек этих допустим ну вот а потом ну к примеру там ну вот это да открываем бабах есть она опа не туда выскочили сейчас секундочку понравив можете и вот рассмотреть как она сделана или показать специалисту чтобы он уже сделал вам то что надо специалисты эти в рекламных агентствах сидят они вам сделать все что вы хотите или допустим вот надо сделать она стоит 45 долларов но я не думаю что такие деньги будет стоить у нас на рекламном комбинате на каком-нибудь сделать и и я думаю в случае если там как говорится себя любят 450 рублей за такую панельку отдадите ну я имею ввиду меры на маленькую лед лампу как у меня допустим не продентовская вот так что я как бы думаю я ответил на все вопросы здесь и еще один нюансик для тех кому не интересно но есть тут попалась одна такая штука интересная дефектовочный экран который раскладной сейчас его попытаюсь найти вот так вот заблудились мы заблудились в этих экранах там просто-напросто был дефектовочный экран интересный такой как бы он ручной что ли сейчас я поставлю на позу его найду и вам сниму вот нашел это что искал вот такая вот штучка сейчас откроем это так такой дефектовочный экран вот ручной вот он раскладывается типа теннисной ракетки и вот можно им дефектовать машинку продается в таком виде 60 ларом опять же в принципе вещь очень хорошая для с машиной дефектовки вот все это на тряпке сделано вот сделано по принципу каких-нибудь вот шторок или чего угодно вот есть смысл если вы часто занимаетесь дефектовкой машин или что-то свой так сказать я так понимаю он бубликов там как учивается как вот шторки на машинах и прочее по этому принципу и все тут особо не надо чтобы он там натянутый в струну был и прочее опытный специалист вот в таких полосочках заметит дефект вот то есть в одну руку берется этот дефектовочный экранчик в другую руку берется маркер или там чем вы маркируете эти вмятины и по машине пошел дрынь 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 и отметил вот собственно я думаю что по этим спектром по полосатым экранам отвечу еще раз скажу свое мнение лично занимаюсь без значит вот этих дефектовочных полосок вот допустим вот в таких пол полосах я не работают как здесь мы видим сейчас да мне как бы необходимости в этом нету вот когда проверяю я включу две-три полосы и примерно вот такое уже изображение получается на детали включаю там теплый холодный холодный теплый и так далее и чередование их примерно вот такое дает вижу все дефекты не хуже если дефекты очень слабо видны то на улице их практически найти невозможно но вот и все ответ на вопрос вот какие бывают где их взять как посмотреть ссылочку на этот сайт и на вот эти вот штуки я видео помещу власти смотрите делайте ну пишите у вас получится все всем спасибо за внимание задали вопросы буду на них стараться ответить подробно что вы увидите вы